Уважаемые участники и гости 14-й Ассамблеи Русского Мира! Продолжаем работу Ассамблеи и начинаем работу круглого стола «Мир Федора Достоевского. Почему интерес к творчеству писателя не ослабевает? Мы приветствуем вас в стенах фундаментальной библиотеки имени императрицы Марии Федоровны Российского государственного педагогического университета имени Герцена. И перед тем, как передать слово ведущему, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что в ходе различных трансляций и включений сегодня вы увидите премьеру короткого документального фильма о Достоевском в Дрездене, созданного Сабиной Шелике Вермтер, одной из основателей немецко-русского института культуры. При институте в Дрездене работает большая русскоязычная библиотека имени Достоевского. С удовольствием представляю вам модератора, известного российского историка литературы, доктора филологических наук, автора многих исследований, монографий о творчестве Достоевского, Льва Толстого, Островского, профессора Герценовского университета Надежду Геннадьевну Михновец. Участники нашего круглого стола – исследователи из разных стран мира, переводчики, музейщики и представители Русской Православной Церкви. Творчество русского гения многогранно. В ходе беседы мы, безусловно, обратимся к самым разным аспектам его наследия. Давайте назовем некоторые из них. Место и роль Достоевского в современной мировой культуре. Достоевский о будущем России, о будущем мира. И перечень аспектов, собственно, можно продолжать и продолжать. Но повторю, творчество Достоевского многоаспектно, оно неисчерпаемо. Как представляется, участники сегодняшней нашей встречи, с одной стороны, безусловно, предложат свои ответы на поставленный в дискуссии вопрос, почему интерес читателей всего мира до сегодняшнего дня не иссякает. Но с другой стороны, мне кажется, это чрезвычайно важно. Они помогут нам своими ответами понять, что современная ситуация нашего крайне сложного мира позволяет впервые увидеть, впервые обнаружить в Достоевском и сделать свое открытие. Нашу дискуссию откроет Владимир Николаевич Захаров. Нужно сказать, что всю свою жизнь он посвящает служению Достоевскому. Владимир Николаевич Захаров – профессор Петрозаводского государственного университета. Именно он инициатор и непосредственный участник многолетней, плодотворной и чрезвычайно важной работы. Это подготовка и публикация канонических текстов Достоевского. Совсем недавно, и вновь эта инициатива Владимира Николаевича Захарова, начал издаваться замечательный журнал «Неизвестный Достоевский». Деятельность Владимира Николаевича, она известна не только в нашей стране, но и во всем мире. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, коллеги. Писательская судьба превратна. Достоевский, например, полагал, что лет через десять после смерти его забудут, хотя и надеялся, что будет известен будущему народу русскому. Потому что его реализм в поиске человека – русская черта по преимуществу. Его направление истекает из глубины христианского духа народного. Эти ставшие хрестоматийные слова Достоевского на самом деле загадочны. Насколько они отвечают глобальным устремлениям и ожиданиям современного человека. В XX веке Достоевский стал одним из самых известных русских писателей. Признанные интеллектуалы и мастера искусства давно поставили его в один ряд в Шекспире. Во всем мире чтут Достоевского романиста, психолога, философа, проповедника. Писатель и пророк, критик и публицист, издатель и журналист, он и сегодня вызывает пристрастные споры и противоположные оценки. Его творческую репутацию по-прежнему определяет сомнительные литературные мифы и гипотезы. Достоевский давно и во всем превзошел самого себя. О мировом признании писателя свидетельствуют миллионные тиражи его книг на русском языке и в переводах на многие литературные языки мира. Многочисленные театральные постановки и экранизации его произведений. Изучение его произведений в средней и высшей школе. Тысячи монографий и сотни тысяч статей. Достоевский разнолик в разных изданиях даже на русском языке. А что говорить о его переводах на другие языки? Он не похож на самого себя в театральных постановках и экранизациях. Это неизбежно. Такова участь любого гения. Любой перевод, постановка, экранизация всегда интерпретация. Редко, когда она бывает конгениальной. Но в чем причина их неиссякаемого потока? В чем потребность поиска режиссеров и актеров самих себя в Достоевском? Его не любят многие писатели. Как быть писателем после Достоевского? Для многих из них это экзистенциальный вопрос. Что общего в русском, английском, американском, немецком, французском, японском, китайском Достоевском? Как ни странно, общее есть. Слова героев и повествователя могут не совпадать, что неизбежно. Но все слова ведут к слову, который есть Бог, как сказано в Евангелии от Иоанна. Христос на всех языках Христос. Герой на всех языках воплощенное слово. Слово с большой буквы. Слова разные о направлении и цель пути, одни. Мы едины в понимании Достоевского и в процессе понимания. И на русском языке мы еще не все прочитали должным образом. Недавно вышли первые тома словаря языка Достоевского. Составители подарили мне первый тон, сразу пытаясь открыть его на слове, которое меня интересует. Не нахожу, спрашиваю, где слово «все человек». Мне начинают объяснять. Слово у Достоевского употребляло один раз, на самом деле больше. «Все человек» – редкое слово и в русском языке, и в тузововстве Достоевского. Но где и как оно произнесено? В пушкинской речи, цитирую, «Да, назначение русского человека есть бесспортно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть и значит, только в конце концов это подчеркните. Стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите». Конец статы. Я знаю только одного исследователя, который понял это слово и пушкинскую речь Достоевского. Он был не только философом и богословом, но и был канонизирован сербской православной церковью. Это автор двух книг о Достоевском. Первый случай, когда книгу о Достоевском написал святой, преподобный Иустин. Каждый его ключевой тезис начинается. Достоевский пророк, ибо он всечеловек. Достоевский философ, ибо всечеловек. Мученик, ибо всечеловек. Поэт, ибо всечеловек. И, наконец, Достоевский апостол, ибо всечеловек. Сто лет назад были философы и пасторы, которые назвали Достоевского апостола. Но это свидетельство православного святого, посвятившего свой богословский труд памяти святейшего патриарха «Всеяруси» Тихона. Книга удивительна. В ней, как и в романах Достоевского, все противоречия вместе живут. Все узнается опытом про-эт-контра. Бог с дьявом борется, а Санна прорывается через горнила сомнений. Более полного и сложного взгляда на Достоевского я не знаю. Но он же и прозрел. Вслед за Достоевским изрек, в чем тайна Россия. Но хотим ли мы узнать эту тайну? Мы явно не готовы по достоинству оценить и понять свидетельство преподобного Иустина, услышать его пророчество и проповедь Достоевского. И все же мы многое услышали и многое понимаем. И самое главное, мы любим русский язык, мы любим Россию, мы любим Достоевского. В 1975 году было создано Международное общество Достоевского. Его региональные отделения расположены по всему миру. Давайте перечислим их. Это и Новая Зеландия, и Австралия, Япония, Россия, Болгария, Венгрия, Чехия, Польша, Германия, Великобритания, Испания, Швейцария, Италия, Бразилия, Канада, Соединенные Штаты Америки. Я очень рада тому, что участником нашего сегодняшнего заседания стала Кэрол Аполлонио, профессор Дьюкского университета, переводчик с русского и японского языков, известный американский специалист по русской литературе XIX века, и это особенно приятно подчеркнуть. Известный американский исследователь русской литературы XIX века, также авторитетный исследователь творчества Достоевского. Рада поздравить Кэрол Аполлонио с тем, что в России буквально только что на днях вышла ее монография, переведенная на русский язык, «Секреты Достоевского. Чтение против течения». С 2019 года Кэрол Аполлонио, президент Международного общества Достоевского. Я задам вопрос, Кэрол. Кэрол, почему интерес к Достоевскому не иссякает до сегодняшнего дня во всем мире? Повторю, от Новой Зеландии до Японии, Швейцарии, до Канады. И второй вопрос сразу. Что бы вы отнесли к кругу актуальных проблем в изучении и популяризации творческого наследия Достоевского? Дорогие друзья, очень рады участвовать в этом разговоре, особенно потому, что это дает мне возможность сидеть рядом с этими замечательными коллегами, хотя бы в отвлеченном смысле и хотя бы в невидимом, призрачном измерении. У нас общий интерес – увлечение произведениями Достоевского. В это критическое и крайнее время его книги приобретают все более и более ощутимую актуальность. Я лично не удивляюсь этому. Достоевский всегда обращает внимание на крайности, на моменты кризиса, на пределы и пороги. Ему грязалось, будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной, невиданной муровой язве, идущей из глубины Азии на Европу. Появились какие-то новые трехиные существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. В это странное время мы живем закрытыми в маленьких помещениях, как Раскольников в своей грубообразной коморке, в компьютерных экранах, как сейчас, например. Хотя я перед вами, меня здесь нет. И для меня вас нет. Но, несмотря на это, мы вместе. Все в области парадоксального и фантастичного. Чем это не Достоевский? Мы закрылись вовнутрь, в наши дома и в себя. Мы занимаемся научной работой. И вместе с тем, в том же пространстве мы ведем бытовую жизнь. Готовим, стираем, убираем, бегаем за взбунтовавшимися непослушными детьми, как Катерина Ивановна. С внешней стороны все нормально. Как хорошо, что у нас интернет. С другой стороны, глубоко внутри себя, там или здесь, куда посторонний взгляд не дотрагивается. Мы одни, самими собой, как Раскольников. Несмотря на странные условия 2020 года, все это не новое. Это состояние человека. С нами здесь живет Достоевский. Вместе с ним мы смотрим с тоской в окно. Мечтаем о прошлом, о здоровье, о свободе. Там была свобода, и жили другие люди, совсем не похожие на здешних. Там как бы само время остановилось. Человечеству сейчас предстоят уникальные проблемы. Мы одни разделены друг от друга. Всякий думал, что в нем одном заключается истинно и мучился, глядя на других. Бил себя в грудь, плакал, ломал себе руки. Но пандемия, кризис в климате, угроза окружающей среде – это наша общая беда, беда всего человечества. И в этом, несмотря на нашу обособленность, мы вместе. Все сказано мной. Начало ответа на первый ваш вопрос. Почему буквально сейчас читаю Достоевского? А к второму вопросу об актуальной проблемах для ученых. Как правильно поставлено в вопросе, есть две сферы – научное изучение и популяризация. И в одной, и в другой сфере. Мне кажется, что самое главное – это расширять связи между учеными во всем мире. Все остальное проистекает из этого. А что касается сферы актуальных проблем, они совершенно разные. И все очень интересные. Ученые в России делают блестящую работу – собрание сочинений, текстологические анализы, изучение вопросов о географическом, биографическом, историческом, философском, религиозном и других контекстах. На Западе выходят все новые замечательные книги и статьи, особенно интересные, работая в сфере сравнительной литературы и экономики и в Digital Humanities. Достоевский сейчас пользуется большой популярностью среди ученых, а также среди публики. Особенно гордимся работой наших энергичных канадских коллег, которые предприняли огромнейший проект Digital Humanities, который называется Digital Достоевский. Цель проекта – изучение глубоких структур с помощью кодирования текста. Будет и книга, и сайт для исследователей, которые хотят проводить свой анализ на текстов Достоевского в оригинале, а также в переводах. Также коллеги в Канаде называются обновлением биографии, библиографии научных работ, начатой в Университете Чикаго под руководством доктора Джун Пачута-Феррис. Выйдет в следующем юбилейном году. Вообще о Достоевском есть целый поток работ в Канаде и в США. У нас к юбилейному году идут сессии на конференциях, лекции, выходят статьи и книги. Обо всем этом будет возможно узнавать по нашему новому сайту, сайту Международного общества Достоевского, который откроется, наверное, в этом месяце. Там будет богатство новых ресурсов и материалов со всего мира. Всё будет доступно всем коллегам. Приглашаю всех к нашему сайту. Но повторяю, и в заключении, по-моему, более важно найти пути связи, чем рекомендовать то или иное специальное направление в науке. И спасибо за внимание. Особое внимание Кэрол Аполлония обращает на скриншот страницы, я скажу по-русски, блогеры Карамазовы. И подчеркивает, что этот портал пополняется постоянно, самым активным образом. По мнению Кэрол, создание сайта, действие вот этого портала, сами по себе служат ответом на вопрос, в какой мере значим Достоевский для современного мира. Добавим, что сайт будет открыт в самые ближайшие месяцы, по крайней мере, точно до конца 2020 года, для исследователей, для читателей всего мира. Это, без всякого сомнения, очень важное событие для всех почитателей творчества Достоевского во всём мире. А теперь продолжим. Из выступления Кэрол Аполлония мы узнали, чем сейчас, в преддверии юбилейного года, занимаются американские коллеги, канадские исследователи. Творческое наследие Достоевского, надо сказать, изучено многосторонне. Известны фундаментальные труды философов, критиков, Достоевсковедов всего мира. И они представляют нам Достоевского как мыслителя, Достоевского художника, Достоевского журналиста. Вместе с тем, как это ни странно сказать, остаются лакуны. Так, например, практически не изучена тема «Достоевский политический мыслитель». Следующий участник нашего заседания – Елена Георгиевна Новикова, профессор национального исследовательского Томского государственного университета. В настоящее время Елена Георгиевна руководит научным коллективом, плодотворно работающим над проектом «Геополитическая карта» и «Картина мира Достоевского». В проект входят ученые Москвы, Томска, Санкт-Петербурга. Важные направления проекта, я думаю, их необходимо сейчас озвучить. Это, во-первых, самое становление Достоевского как политического мыслителя, его представление о месте разных стран и регионов на геополитической карте мира. И, наконец, выявление места России в общей геополитической картине мира писателя. Елена Георгиевна, каково, по мнению Достоевского, место России на геополитической карте мира? Дорогие друзья и коллеги, здравствуйте! Я попытаюсь посвятить свое высказывание такой проблеме, как Федор Михайлович Достоевский «Политический мыслитель». В начале 1867 года, сразу после венчания, супруги Достоевские отправляются в Европу. Отправляются в Европу, где они проведут долгие, мучительные для Достоевского, четыре года. И это будет путешествие по Европе, это будут разные города, разные страны, Швейцария, Германия, Италия. И только в 1971 году супруги Достоевские вернутся в Россию. Но очень важно то, что вот эти годы, 1967-1971, это просто ключевые, знаковые годы для европейской политики, для европейской жизни. Собственно говоря, та Европа, которую мы знаем сейчас, она окончательно сформировалась вот в эти четыре года. Позвольте мне напомнить, 70-й год объединения Италии, 71-й год объединения Германии. В это время проходит Франко-Прусская война, и поражение Франции в этой войне влечет за собой падение французской монархии, и 71-й год знаменитая Парижская коммуна. И все это Достоевский видит своими глазами. Он самый непосредственный наблюдатель европейской политической жизни. И думается, вот эти четыре года в Европе окончательно формируют Достоевского не только как гениального писателя, что понятно, а как оригинального самобытного политического мыслителя. В 73-м году его приглашают к сотрудничеству в журнал «Гражданин», и очень показательно то, что в журнале «Гражданин» он выступает как политический обозреватель. Он ведет раздел «Иностранные события». Ну и, конечно, дневник писателя. Дневник писателя на протяжении всех 70-х годов это те тексты, в которых Достоевский не только писатель, не только религиозный философ, но и политический мыслитель. И как сам Достоевский без конца писал, вот в частности, вот в этих своих письмах из Европы, размышляя о тех или иных политических событиях, он руководствуется в сущности одним критерием. И этот критерий – Россия. Каково же место России на геополитической карте мира с точки зрения Достоевского? И тут имеет смысл вспомнить еще одно событие. В июне 1880 года на фоне торжеств, посвященных открытию памятника Пушкину в Москве, Достоевский произносит свою знаменитую пушкинскую речь, которая сейчас воспринимается как его завещание. Как его завещание. И вот в этой пушкинской речи, и это было для Достоевского принципиально, он Пушкина интерпретирует вслед за Гоголем как явление русского национального духа, как явление русской национальной культуры. И мы помним о том, что когда Достоевский произносил вот эту свою речь, его слушатели были потрясены. Его слушатели были потрясены, и очевидно, что слушатели были потрясенены не только его интерпретацией Пушкина. Слушатели были потрясены, потому что это была речь не только о Пушкине, это была речь о России, о русской культуре, о русском человеке. Слушатели в речи Достоевского увидели самих себя. И вот в этой речи о Пушкине, и говоря о Пушкине, как о выразителе русского национального духа, русского национального начала, Достоевский произнес вот эту свою знаменитую формулу, о том, что Пушкин – гений всемирной отзывчивости. Всемирная отзывчивость Пушкина – это с точки зрения Достоевского сущностное проявление русской культуры, сущностное проявление русского человека России, как мы бы сейчас сказали, русского менталитета. И суть вот этой речи Достоевского состояла в том, что Россия дает миру вот эту всемирную отзывчивость. Россия открыта всему миру, всем культурам, всем нациям, и Россия демонстрирует вот эту в чем-то даже смиренную позицию диалога со всеми, большого диалога со всеми культурами. И думается, что именно так Достоевский видел место России в мире, видел место России в глобальной политике. Это всемирная отзывчивость России. Спасибо за внимание. Современные исследователи предлагают новые аспекты в изучении творчества Достоевского. При этом главная и повторим мысль Кэрол Аполлонина – это расширение и укрепление связей между исследователями – японскими, российскими, европейскими, американскими. В последние десятилетия неуклонно расширяется география изучения творчества Достоевского. И думаю, что залогом этого в первую очередь являются публикации новых и новых переводов произведений русского писателя на другие языки. Финский, китайский, турецкий. И перечисления можно продолжить. Могу сослаться на собственный опыт. Я совершенно была удивлена, когда составляла комментарии для зимних заметок о этих впечатлений, что в последние десятилетия появляются и появляются вот эти новые переводы. Причем очень важно непосредственно с русского языка на турецкий, с русского на финский и далее-далее. С удовольствием представляю следующего участника нашей дискуссии. Это Алехандро Ариэль Гонсалес, современный переводчик произведений Достоевского на огромный испаноязычный мир. Алехандро Гонсалес перевел с русского языка на испанский язык. Много произведений Достоевский, в основном, малой и средней прозы. Среди этих произведений те же зимние заметки о летних впечатлениях, записки очень сложные, записки из подполья, «Сон смешного человека», «Повесть кроткая» и многие другие произведения. Алехандро Ариэль Гонсалес лауреат нескольких российских престижных конкурсов, в том числе конкурса художественного периода «Читай Россию». И здесь он лауреат за перевод повести Достоевского «Двойник». Пользуясь случаем, поздравим нашего аргентинского коллегу. Только что в России он стал лауреатом 11-го международного славянского литературного форума «Золотой Витязь», представив избранные переводы русской классической литературы. Алехандро, я рада задать вам вопрос, я знаю вас много лет, и мне всегда интересно ваше суждение. Алехандро, почему интерес к творчеству Достоевского не ослабевает во всем мире? Дорогие друзья, коллеги фонда «Русского мира», спасибо за приглашение на этот круглый стол. Поскольку у нас мало времени, я строго буду говорить о теме. Вопрос очень непростой. Почему интерес к Достоевскому не ослабевает? Что же, и касается моего опыта как переводчика, я бы сказал, что у нас в испано-настичном мире есть особая история, специфика восприятия Достоевского в истории. Мы, поскольку долгое время переводили Достоевского не прямо с русского языка, а с французского, с английского, с итальянского, с немецкого, но по большому счету с французского языка, это был большой, самый важный язык-посредник, переводы, которые до второй половины XX века были на рынке, они воспроизводили Достоевского мыслителя, Достоевского философа, но мало что оставалось от Достоевского писателя, поскольку, ну, вы понимаете, почему, да, этот перевод выполнил в первой половине XX века француз, французский переводчик по-своему, и потом обычно испанский переводчик, потом латиноамериканский, брали эти переводы как источник и переводили на испанский язык. Соответственно, читатели испанский, испанский мира, в принципе, не были знакомы со стилем Достоевского. А вот у нас, конкретно в нашем испанский мире, я думаю, что сейчас интерес к Достоевскому не ослабевает, потому что открываем вот этот новый для нас стиль Достоевского. Например, я в прошлом году опубликовал сборник рассказов Достоевского, в том числе «Крокодил». И помню, что в одной рецензии в газете в Аргентине автор говорил, я не знал, что Достоевский был способен на такой юмор. Потому что, и вот, для меня это было очень приятно, конечно, потому что через мои переводы я вижу, что аргентинские читатели и писатели знакомятся с новым для них Достоевским. Вот это новое, вот это, скажем, можно сказать, почти новое слово Достоевского в нашем мире. Ну и я чувствую, что здесь, в Аргентине, люди начинают читать Достоевского не только как философа, что, конечно, являлся, ну и как мастера слова, вот как худой, конкретно как писатель, как писателя. Поэтому вот это, по-моему, есть одна из причин, по которой интерес к Достоевскому не ослабевает в нашем мире. А если подойти к вопросу с более философской точки зрения, то я бы сказал, что интерес к Достоевскому не ослабевает по той простой причине, что вопрос, который задал Достоевский современному человеку, до сих пор не решены. Достаточно читать эти несколько страниц в зимних заметках о древних впечатлениях, где он говорит о лозунгах современного мира, свобода, равенства, братства, чтобы понять, что он дошел до самого дна, скажем, современной цивилизации. Это все наши проблемы, это вся наша проблема. Как человеку действовать на базе таких лозунгов свобода, равенства, братства. Это он уже стал даже исследовать в записках из подполья, где уже очевидно, какой предел находит, встречает современный человек в своих поступках. Так что я бы сказал, что Достоевский актуален, потому что он знает о нас больше, чем мы о нем. Спасибо. Очень интересно, что каждое десятилетие как будто бы выдвигает на первый план определенное произведение Достоевского. Вспомним 90-е годы, конец 20 века. В России необыкновенную популярность обрел роман Достоевского «Бесы». Буквально все зачитывались этим романом. И статьей, помните, Туниманова, которая помогала вникнуть любому читателю в суть этого удивительного романа «Предвестие». Такое воспоминание о будущем. А затем, уже к концу 20 века, на петербургских международных конференциях, которые называются «Достоевский и мировая культура», все-таки в центр многих и многих заседаний стал роман Достоевского «Идиот». Сейчас ситуация меняется. Уже в этом году на конференциях и в Даровом, и в других городах на первый план вышла малая и средняя проза Достоевского и совершенно замечательно пушкинская речь, завершающая речь Достоевского. Но ситуация то и дело меняется. Российские режиссеры... Вот, к примеру, у нас в Петербургу Лев Додин со своим коллективом малого драматического театра сейчас читают вместе, как это традиционно присуще этому удивительному коллективу, роман братья Карамазовы и надеются, что смогут представить его петербургскому зрителю. Не только режиссеры, но и читатели, но и исследователи обратили свое особое внимание к последнему роману, роману-завещанию Достоевского «Братья Карамазовы». Мы помним и о том, что совершенно... И это удивительная вещь. Совершенно самоценным, отдельным, самостоятельным произведением сейчас предстает в глазах всего мира глава из братьев Карамазовых «Великий инквизитор». И есть совершенно потрясающие произведения. Тут мы и Эйфман вспоминаем, и замечательную запись с Михаилом Ульяновым, и многое-многое. Так вот, важен вопрос. Почему этот роман здесь и сейчас становится столь важным? С этим вопросом мы обратимся к протеерею Александру Ранне, к лирику Новгородского Софийского кафедрального собора, проректору по учебной работе и преподавателю Новгородского духовного училища, доценту Санкт-Петербургской духовной академии. Я бы хотел обратиться с таким не то, не то чтобы словом, но размышлением по поводу последнего романа Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». Роман, можно сказать, завещания. И роман, как мне кажется, до сих пор не прочитан широкой русской общественностью. А если и прочитан, то глубоко, на самом деле, как мне кажется, опять же, неосмысленно. Этот роман не проходит в школах, не в старших классах, не думаю, что в университетах, ну, может быть, на специальных направлениях. На самом деле, это действительно роман, который Федор Михайлович Достоевский писал, уже будучи человеком, склонившимся к последнему периоду своей жизни и под впечатлением смерти своего сына. Мы очень хорошо знаем, как супруги Достоевские переживали это обстоятельство и как Федор Михайлович Достоевский ходил в Оптину пустынь, где встречался со старцем Амбросием. И вот само прочтение романа для человека, который глубоко знаком с Евангелием, означает знакомство как бы с тем миром, который пронизан, собственно говоря, вот этим благовестием Христовым. Мне кажется, что весь роман Федор Михайлович Достоевский писал, имея в виду именно Евангелие. Этих параллельных мест там очень много. Это роман, который впитывает в себя всю проблематику, все проклятые вопросы, которые существовали уже склоняющимся к концу 19 веке. И как сам Федор Михайлович Достоевский не раз говорил, вот то поколение конца 19 века, либеральное поколение, поколение людей, оправдывавших терроризм, оно возникло из тех оппозиционных, либеральных воззрений, которые рождались после декабрьского восстания у людей, скажем, 40-х годов 19 века. И вот в этом отношении Федор Михайлович Достоевский своим героям вкладывает самые-самые нигилистические вопросы, такой вот внутренний протест против вот всей русской православной культуры. И когда Константин Победоносов впервые прочитал вот эти вот наброски Федора Михайловича Достоевского, вот эту вот главу Великом Инквизиторе, он на самом деле испугался, потому что подумал, что удастся ли писателю в конце концов ответить на все эти вопросы, которые казались такими соблазнительными для либеральной общественности конца 19 века. И нельзя на страницах романа, собственно говоря, найти вот какие-то ответы действительно тех или иных героев. Эти ответы не найти ни у старца Зосимы, ни в монологах Алеши Карамазова нигде. На эти вопросы отвечает весь роман, потому что, как мне кажется, он посвящен именно теме воскресения Христова. И эта тема на самом деле, это тема завещания Федора Михайловича Достоевского. Мы ведь знаем, что на памятнике, на надгробии Федора Михайловича эпитафии написаны, или, можно даже сказать, выбиты слова из 12 главы Евангелия от Иоанна. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. И вот эта эпитафия не случайна, потому что эти слова были сделаны писателем, эпиграфом ко всему роману братья Карамазова. Более того, я хотел бы сказать, что и во всем в этом романе эти слова постоянно не только повторяются, но и звучат. Они повторяются, скажем, в словах старца Зосимы, когда он предрекает тяжелую судьбу Дмитрия Карамазова и говорит пришедшим к нему Карамазовым именно эти евангельские слова. И в этом отношении, конечно, нужно иметь в виду контекст вот этих евангельских слов, ведь они были сказаны Христом в ответ на вопрошение учеников о том, что вот пришли эллины и они хотели бы увидеть тебя. И в ответ на это эллинское желание увидеть Христа язычников Христос и говорит истинно истинно говорю если пшеничное зерно падшее в землю не умрет то останется одно если умрет то принесет много плода. Он здесь говорит о своем воскресении о том, что это известие, эта благая весть будет распространена везде. Но дело все в том, что Федор Михайлович Достоевский гениальный писатель и он проводит тему едычества по всему своему роману. И в данном случае конечно ну чередвичайно важно вспомнить слова апостола Павла если Христос не воскрес то и проповедь наша тщетна тщетная вера ваша и дальше по тексту ибо если мертвые не воскресают то и Христос не воскрес и обратите внимание на последние страницы романа братья Карамазова ведь роман начинается с каких слов Алексей Федорович Карамазов был третьим сыном помещика а заканчивается восторженным возгласом Коли Красоткина ура Карамазову и там тема воскресения звучит у меня сейчас нет много времени говорить об этом но я хочу подчеркнуть что роман братик Карамазов он прежде всему о воскресении это та тема с которой вероятно старец Амбросий обратился к писателю успокаивая его пытаясь дать ему надежду примирить его с Богом после смерти его сына да и Дмитрий Карамазов который так ярко описан в главе о встрече его с Алешей с его братом в саду он в конце суда ведь восклицает я готов взять на себя вот этот тяжелый крест вины хотя я и не убивал отца вот тема воскресения она чрезвычайно важна и в современном мире и Федор Михайлович Достоевский призывает нас с вами размышлять над этой темой потому что когда-то Иван Карамазов убеждал всех что если Бога нет то возможно все позволено если Бога нет то как собственно говоря человечеству жизнь потому что теряется представление об объективной нравственности и не зря ведь Алеша Карамазов своему брату говорил ты не убивал отца а наоборот Смердяков скажет ему ты убил отца потому что ты научал научил как бы он так сказать имеет это ввиду на меня той простой идеи что Бога нет вот этот роман он должен постоянно сегодня звучать везде все эти диалоги иммунологи они должны быть включены как бы в контекст нашей сегодняшней очень сложной жизни которая как бы выпадает из глубоких нравственных на самом деле размышлений и начинать конечно надо с детей в школе с которыми нужно об этих всех вопросах разговаривать ведь мы с вами прекрасно знаем что с детьми надо разговаривать и с детьми пытался разговаривать и сам Федор Михайлович Достоевский отец Александр Ранне говорит о необходимости духовного просвещения подрастающего поколения чрезвычайно много для дела духовного просвещения делают российские литературные и литературно мемориальные музеи Достоевского в Москве в Санкт-Петербурге в Старой Руссии в Омске в Новокузнецке в последние два десятилетия благодаря усилиям замечательного Достоевского веда профессора Владимира Александровича Викторовича заявил о себе единственный в нашей стране и во всем мире природный музей Достоевского речь идет про Доровое Доровое расположено в Зарайском районе Московской области с этим местом связаны детские воспоминания Достоевского это земля детства Достоевского отличительная особенность современных музеев я знаю это по Петербургу и знаю это по Доровому активное участие волонтеров 2003 года в Доровое приезжают волонтеры из разных городов нашей страны и из ближних Зарайска Коломны а также из Москвы Рязани Тольятти Санкт-Петербурга волонтеры благоустраивают территорию усадьбы и храма участвуют в фольклорно-этнографических и диалектологических исследованиях проводят просветительские мероприятия очень важно сказать сейчас развернута полномасштабная реставрация храма сошествия Святого Духа и усадьбы Доровое которые примут почитателей творчества Достоевского в юбилейном 2021 году как полноценные музейные объекты призванные открыть для нас нового и детского и деревенского Достоевского сегодня на заседание круглого стола мы пригласили руководителей Московского и Петербургского музеев Достоевского Наталью Туймибаевну Ашимбаеву и Павла Евгеньевича Фокина накануне юбилея в этих музеях как и в других музеях это понятно проводится огромная работа это именно так в Петербургском музее в Московском музее сейчас готовятся новые литературные экспозиции и мой вопрос Натальи Туймибаевны Наталья Туймибаевна Петербургский музей которым вы руководите на протяжении не одного десятилетия очень популярен в него не иссякает поток посетителей со всей России и со всего мира чем вы объясняете неугасающий интерес наших современников к личности и к творчеству Достоевского очень часто можно слышать вопрос в чем же привлекательность Достоевского почему его читают во всем мире почему так много людей хотят пройтись по местам Достоевского в Петербурге по местам преступлений и наказания почему невзирая на пандемию люди сразу же начали приходить в музей как только открылись его двери почему в день Достоевского в начале июля в жаркое время огромное количество людей собирается в Кузнечном переулке чтобы посмотреть карнавал героев Достоевского ответить на этот вопрос односложно нельзя потому что мир Достоевского огромен и каждый может найти что-то для себя в этом мире но конечно же прежде всего люди читают романы Достоевского и художественный мир это то что больше всего захватывает огромное количество людей в чем причина Достоевский еще в ранней юности в письме к брату написал человек есть тайна я хочу заниматься этой тайной ибо хочу быть человеком это своего рода такой манифест творчества которому Достоевский следовал всю свою жизнь вот это аналитика тайн души человека проникновения в эти тайны это то что конечно влечет всякого потому что каждый стремится найти что-то не только вокруг себя но и прежде всего в самом себе и наверное вот эта универсальная такая особенность творчества Достоевского составляет одной из главных особенностей вот этой привлекательности его для людей разных странах людей разных вероисповеданий разных культур но есть еще одна сторона о которой сегодня необходимо сказать Достоевский конечно прежде всего художник писатель но его художественный мир представляет собой огромный такой сплав это художник Достоевский не только художник но он мыслитель мыслитель религиозный он философ он аналитик современной жизни сам о себе Достоевский говорил я писатель одержимый тоской по текущему он жадно всматривался в современную ему жизнь жизнь России это кстати сказать больше всего его интересовало даже тогда когда он жил на западе он жадно искал русские газеты узнавал о фактах современной действительности и эти факты часто входили органически в его произведения а некоторые из них послужили даже толчком к созданию его произведения самый яркий пример это конечно роман Бесы толчком к созданию которого послужило известное Нечаевское дело работая работая над романом Достоевский писал своему другу Николаю Николаевичу Страхову на вещь которую я теперь пишу сильно надеюсь но не с художественной а с тенденциозной стороны хочется высказать несколько мыслей хотя бы погибла при этом моя художественность но меня увлекает накопившееся в уме и в сердце пусть выйдет хоть памфлет но я выскажусь вот роман Бесы это такой сплав публицистики и самого высокого плана художественности достигающий такого шекспировского размаха в этом романе перед нами трагедия общества тотально охваченного грехом и конечно собственно такую тенденциозную сиюминутную проблематику Достоевский безусловно преодолевает и воспаряет гораздо более важным глубоким и высоким вещам в этом романе но обращаясь к его собственно публицистическим произведениям это конечно дневник писателя который сегодня в наше время обретает какую-то новую актуальность открывая страницы публицистики Достоевского над которой он работал особенно интенсивно в 70-е годы когда создавал дневник писателя в 80-м году и даже выпуск один вышел в 1881 году значит вот читая эти статьи поражаешься тому как Достоевский умел буквально сиюминутно реагировать на самые разные факты жизни дневник писателя это произведение одного автора в котором собрано огромное количество самых разных тем это война на балканах это самоубийство среди молодежи еврейский вопрос яркие современные литературные факты и многое многое другое готовя новую литературную экспозицию в музее Достоевского мы хотели создать такой небольшой раздел посвященный дневнику чтобы обратить внимание посетителей именно на эту сторону жизни и творчества Достоевского и вот подбирая материалы из дневника мы буквально поражались тому что едва ли не в каждой статье можно найти совершенно актуальные высказывания касающиеся или как бы сказать откликающиеся на все то что переживаем мы сегодня в нашей действительности несмотря на то что жизнь конечно сегодняшняя очень сильно отличается от той которая была в 19 веке когда Достоевский писал свою публицистику и мы находим здесь темы взаимоотношений России и Европы проблемы судопроизводства института адвокатуры по отношению к которой Достоевский нашел очень много саркастических и едких слов это темы судеб молодежи и многое многое другое и вот все это суммируя можно сказать что Достоевский интересен нам во всем объеме его творчества и как художник и как публицист его творчество не осталось в 19 веке оно было актуально в начале 20 века в эпоху потрясений и катаклизмов переживавшихся Россией оно остается актуальным и интересным и в сегодняшнем мире Павел Евгеньевич вы сейчас работаете со своим коллективом над новой музейной экспозицией будьте добры расскажите нам какой собственно образ вы создаете своей экспозиции достаточно взять в руки любой том Достоевского открыть его начать читать и через несколько строк через несколько страниц станет очевидно что это совершенно современный текст актуальный текст созвучный нашему времени созвучной нашей эпохи и тут за примерами далеко ходить не надо если уж говорить о наших днях то вот достаточно хрестоматийного примера сна Раскольников в эпилоге преступления наказания сна от рихинах да который как будто вообще является картинкой нашего дня не только вот этот образ пандемии охвативший весь мир и эти тихины которые вселяются неизвестно как у людей но самое главное вот то несогласие которое они поселяют между людьми мы видим как человечество перед лицом ну в общем-то смертельной опасности не способно договариваться да постоянно какие-то идут войны информационные экономические политические именно вокруг этой болезни и больше растерянности чем реального какого-то единства но это частный пример можно и другие любые страницы открыть и мы найдем созвучие нашему дню действительно прозорливость и гениальность Достоевского заключается в том что он очень много сумел и увидеть в человеке и сказать о человеке и о человеке вообще и о русском человеке и о России о русском мире о Европе об отношениях России и Запада о русском человеке на Западе об очень многих актуальных вопросах которые нас сегодня волнуют и сказать так что мы с удивлением обнаруживаем что 150 лет его мысли его наблюдения не утрачивают своего значения это все замечательно интерес к Достоевскому велик действительно это сегодня один из самых востребованных русских писателей и у нас в стране и за рубежом он постоянно издается переиздается его читают перечитывают о нем спорят о нем пишут о нем говорят снимают телепередачи снимают документальные фильмы экранизируются его художествен его романы на сценах российских театров постоянно появляются премьеры по произведениям Достоевского он непрестанно переводится на все существующие литературные языки мира и вот по мире по обстоятельствам мы следим за этими переводами и видим как они регулярно и то на испанский то на японский то на китайском языке появляются на немецком языке появляются новые переводы хотя уже казалось бы сколько этих переводов сделано то есть есть этот живой интерес к подлинному Достоевскому я вот здесь не случайно это слово потребил подлинный потому что есть Достоевский и тот реальный Достоевский подлинный Достоевский и есть мифы о Достоевском даже не один миф а мифы о Достоевском Да, вот Достоевский как культурный феномен, сложившийся за последние 140 лет после его смерти, он, конечно, очень своеобразный, очень специфичный и очень многоликий. И Достоевский нуждается в том, чтобы современный человек вернулся именно к его подлинности. И в этом смысле, конечно, чрезвычайно важна миссия литературных музеев, которые должны предъявить своему посетителю не какой-то отдельный образ Достоевского, не одну черту, не одну сторону, не одну интерпретацию его личности и духовного наследия, но именно полноту этого образа, его разнообразие. И я, как руководитель Московского музея Достоевского, вижу именно такую задачу в будущей экспозиции Московского дома Достоевского. К юбилейному году готовятся не только Соединенные Штаты Америки, Канада, Россия, но и Европа, и в частности в Германии намечен целый ряд мероприятий, о которых мы узнаем из видеоматериала, специально подготовленного для нашего заседания центром немецко-русского культурного института в Дрездене. Федор Михайлович Достоевский, великий русский писатель, родился в Москве, а умер в Санкт-Петербурге. Но нигде за границей Достоевский так долго не жил, как в Дрездене. В 1862 году он впервые посетил Дрезден по пути на Всемирную выставку в Лондон. Уже в октябре 1863 года писатель вновь останавливается в саксонской столице, сбежав сразу после свадьбы с Анной Сниткиной от кредиторов в Европу. В Дрездене он задерживается на два месяца. С 1869 по 1871 год, почти полные два года, молодая семья Достоевских снова живет здесь. В сентябре 1869 года в Дрездене у них рождается дочь Любовь, крещенная в русской православной общине города. В Дрездене писатель создает два произведения – «Повесть. Вечный муж» и первую редакцию правительского романа «Бесы». Почти каждый день Достоевский бывает в Дрезденской картинной галерее, в которой часами созерцает образ Сикстинской Мадонны, написанный Рафаэлем. Дома, где жил и работал Достоевский в Дрездене, не сохранились. Но любимые места Достоевского, по которым он совершал ежедневные прогулки – терраса Брюля, Большой сад – и сегодня остаются излюбленными местами для дрезденцев и гостей города. Чтобы Дрезден и в будущем не забывал Достоевского, к 185-летию писателя Немецко-Русский институт культуры установил на берегу Эльбы памятник Достоевскому. В октябре 2006 года канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент России Владимир Путин и тогдашний премьер-министр Саксонии Георг Мильбрат торжественно открыли памятник работы академика Александра Рукавишникова. В 2021 году исполнится 200 лет со дня рождения Достоевского. Немецко-русский институт культуры инициировал проведение года Достоевского в Германии в 2021 году. В рамках этого года пройдет ряд мероприятий, направленных на содействие развитию взаимопонимания между поколениями и углубление международного диалога о проблемах идентичности и общечеловеческих ценностях. Партнерами года Достоевского в Германии станут Саксонская академия искусств, Немецкое общество имени Достоевского, Фонд Достоевского, Евангелические и Католические академии, Музеи Достоевского, Институты словистики европейских университетов и многие другие. Наша дискуссия подошла к концу. В ней приняли участие представители разных стран, разных культур, вероисповеданий, самых разных сфер профессиональной деятельности. При этом, однако, поражает сам факт, рождающийся на наших глазах сферы общего, области пересечений, совпадений, созвучий. Во-первых, обращаем внимание на обилие планов по всему миру в преддверии юбилейного года. И в России, и в Германии, и в Северной Америке, и в других странах. Важно, что эти планы, на дворе все-таки 20-й год, важно, что эти планы уже практически реализованы. И, во-вторых, бросается в глаза близость в самом ходе рассуждений, размышлений, высказываний наших участников. Это относится к примеру, самый яркий все-таки пример, обращение к образам-предвидениям из «Последнего сна Раскольникова» в самом конце романа Достоевского «Преступление и наказание». Об этих образах-предвидениях, не сговариваясь, говорили с разных концов нашей планеты Павел Евгеньевич Фокин и Кэрол Аполлонио. Достоевский мыслитель поставил перед человеком, современным человеком в том числе, вопросы, на многие из которых до сих пор нами не найдены ответы. Но понятно, что на трудном и длительном пути поиска этих ответов необходимы связь между любителями, исследователями творчества Достоевского, широкий культурный диалог и отзывчивость, всемирная отзывчивость на лучшее, что создано в нашем мире. Альхандро Гонсалес завершил своё выступление очень точной мыслью. Достоевский знает о нас больше, чем мы о нём. Перед читателями и исследователями творчества Достоевского открыты широкие перспективы. Читая Достоевского, мы продолжаем познавать мир, и, наверное, самое главное, мы продолжаем познавать самих себя. Юбилей Достоевского – событие мирового масштаба. Наша дискуссия продемонстрировала разворачивающийся в текущей современности культурный диалог. В этом диалоге позиция Фёдора Михайловича Достоевского, художника, политика, журналиста, политического мыслителя приобретает особую значимость. После завершения круглого стола вы увидите видеоэкскурсию, посвящённую Достоевскому в мире современного Петербурга, подготовленную специально для ассамблеи здесь сотрудниками музея Фёдора Михайловича Достоевского. От имени фонда я хотел бы искренне поблагодарить Надежду Геннадьевну и всех участников дискуссии. Творчество Достоевского действительно объединяет русский мир внутри себя и со всей читающей и думающей планетой.